Это новый Lexus RZ. Первый, созданный с нуля, электромобиль от компании Lexus. Впрочем, у него есть общие компоненты с моделями Toyota, а еще он позаимствовал кое-какие идеи Теслы и поднял их на новый уровень. И сегодня я расскажу вам все самое интересное про новый RZ. Ведь я Мэтт Уотсон, и это CarWow. А если вы еще не подписались на наш канал, срочно исправляйтесь, так вы точно не пропустите ни одного подобного видео. Всем нравятся большие решетки, да? А вот Lexus их разлюбили. У большинства их моделей раньше были здоровые веретенообразные решетки, взять тот же кроссовер NX или внедорожник LX. Но новый RZ от них отличается кардинально, у него нет решетки как таковой. Небольшой воздухозаборник под номерным знаком, а остальная часть бампера совершенно глухая, похожа на Теслу модель Y. Впрочем, Lexus, на мой взгляд, смотрится куда интереснее этого пузыря на колесах, особенно в опциональной двухцветной окраске. В профиль мы видим, что у RZ интересный контур, простирающийся от переднего колеса и до задней двери, а изгиб на задних стеклах как будто вдохновлен купе Lexus LC. В базовой комплектации 18 дюймовый литой диски, которых наверняка маловато будет, но у самых заряженных версий диски 20 дюймов. А вот овальные формы дверной арки напоминают мне чуть сдутые воздушные шарики. Позади у Lexus RZ вместо плавных изгибов сплошь прямые грани и острые углы. Два плавника на крыше напоминают мне таковые у Lotus Electra, но в остальном RZ очень похож на рестайлинг Lexus NX. А что вы думаете, нравится ли вам это авто, или лучше не выделываться и взять Теслу модель Y? Проголосуйте в закреплённом под видео комментарии. В дизайне салона Lexus любит придерживаться какого-нибудь японского термина, и говорят, что RZ вдохновлен словом «татсуна». Грубо говоря, это когда наездник совсем немного тянет вожжи, чтобы направлять скакуна. Грубо говоря, это означает, что Lexus по максимуму избавились от ненужных кнопок в салоне RZ. В результате он выглядит проще, чем салон любого другого современного Lexus. Единственный орган управления на центральной консоли — небольшой селектор передач, а всё остальное перекочевало на большой центральный экран. Подробнее об этом я расскажу позже, но сперва о других интересных особенностях RZ. Например, для него доступен подогрев коленей, по ощущениям, словно вас во время езды укрыли тёплым пледиком. Кто сказал, что Lexus — это исключительно машина для старпёров, а? Также доступна панорамная крыша с затемнением и специальным покрытием, удерживающим тепло зимой и отводящим его летом. Так можно будет реже пользоваться кондиционером, что поможет снизить расход электроэнергии, а это помогает увеличить дальность хода. Стандартной комплектации Lexus RZ оснащён двумя электромоторами. На передней оси мотор мощностью 204 лошадиных силы, на задней мощностью 109 лошадиных сил. В совокупности 313 и, соответственно, полный привод. Это значит, что у RZ почти на 100 лошадей больше, чем у Toyota BZ4X, на которой он основан. Самые мощные полноприводные версии Toyota выдают 215 лошадиных сил. Разумеется, поэтому Lexus и гораздо быстрее Toyota. Разгон RZ до 96 занимает 5,6 секунды, более чем на 2 секунды быстрее Toyota. Однако Tesla модель Y-Long Range всё же значительно быстрее, разгоняется до 96 за 4,8. Кстати о Тесле. Как и у Tesla модель S, Lexus RZ можно взять с гоночным рулём Йоук вместо обычного. Lexus позаимствовали это решение у Toyota BZ4X, поскольку эти машины весьма схожи по конструкции. С таким штурвалом лучше видно приборные панели дорогу впереди, нежели с традиционным рулевым колесом. Мой опыт использования такого штурвала, конечно, не столь радужный. Впрочем, с Lexus RZ всё может быть по-другому. Всё потому, что Lexus оснастили машину системой электронного рулевого управления, когда колёса не поворачиваются непосредственно от движения руля. Вместо этого руль отдают команду электроники, а затем уже специальные моторы поворачивают колёса. Такой подход означает, что рулевое Lexus на низких скоростях может быть куда чувствительнее, чем у обычных авто. И не придётся сильно крутить штурвал, чтобы выполнить разворот или запарковаться. Lexus говорят, что до блокировки руля достаточно повернуть его всего на 150 градусов. У Tesla модели S он поворачивается более чем на 400 градусов, поскольку их Йоук всё же физически связан с передними колёсами. Благодаря этому Lexus RZ будет куда проще маневрировать в городе, чем Тесле. Но что если сядут батареи? Неужели тогда откажет и руль? Ну, Lexus позаботились об этом и оснастили RZ вспомогательными батареями, которые обеспечивают работу руля даже когда у авто закончится заряд. Слава тебе, Господи. Раньше информационно-развлекательная система Lexus была довольно бесячей, в основном потому, что управлять ей надо было неудобной тач-панелью или кривым джойстиком, типа как компьютерной мышкой, только очень кривым и аналогом. Как бы то ни было, в RZ от этой ерунды избавились. Теперь тут новенький экран 14 дюймов с навигатором, работающим в облаке, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также будут обновления по воздуху, чтобы у машины всегда было свежее ПО. Также Lexus добавили голосового помощника, потому что сегодня его ставят на все машины подряд. Угадаете, как его можно позвать? Да! Активируйте он командой! Эй, Lexus! Ух, как свежо. Lexus RZ оснащен той же электрической системой, что и новая Toyota BZ4X, то есть батареями 71 кВт-час, расположенными под полом, чтобы максимально снизить центр тяжести. Lexus пока не сказали точно, сколько по времени нужно подзаряжать RZ, но вероятно, столько же, сколько и Toyota BZ4X. Эта модель может подзаряжаться от источника постоянного тока 150 кВт, и зарядка от 0 до 80% займет где-то полчаса. Говорят, после 10 лет эксплуатации батареи сохранят около 90% емкости батарей. Lexus оснастили RZ новой системой полного привода Direct4. Она определяет, сколько тяги моторы должны отправлять на переднюю и заднюю ось для лучшего зацепа и наименьшего расхода заряда. Оба мотора могут независимо друг от друга отправлять от 0 до 100% тяги на соответствующую ось, в зависимости от дорожных условий, скорости езды и угла поворота. Lexus говорят, что эта система реагирует в течение всего пары миллисекунд, что куда быстрее традиционной механической системы полного привода. Дальность хода Lexus RZ примерно 402 километра. Это где-то на 56 километров меньше двухмоторной версии Toyota BZ4X и почти на 112 километров меньше одномоторной. Такая разница из-за того, что Lexus значительно мощнее. А еще у него есть специальный режим езды Range, позволяющий выжать еще пару-тройку километров во время долгой поездки. Это куда более спартанский режим, нежели эко в большинстве электромобилей. Он полностью отключает климат-контроль и заметно обрубает мощность электромоторов, чтобы вы смогли дотянуть до ближайшей станции подзарядки. Помимо электрических новшеств, Lexus также не забывает о безопасности. Одна из интересных штук нового RZ называется проактивная система помощи водителю. Она использует переднюю камеру, чтобы замерить угол поворота и помогает довернуть колеса, если вы недостаточно повернули штурвал. Что-то типа удержания в полосе, но должно помочь и на извилистых проселочных дорогах. Также есть система запирания дверей E-Latch. Она срабатывает и не позволяет открыть дверь, если с ее стороны подъезжает другое авто или велосипед. Lexus прогнозирует, что это снизит количество ДТП, связанных с открытием дверей в плотном трафике, на 95%. Также можно взять для RZ цифровое зеркало заднего вида. В этом случае на обычное зеркало будет выводиться картинка с камеры, расположенной позади авто. Кажется буржуазное излишество, но на самом деле удобно, когда позади рослые пассажиры, загораживающие обзор, или когда загружаешь багажник доверху всякими коробками. На новый RZ уже можно оставить заявку, хотя Lexus еще не озвучили его стоимость. Но полагаю, что модели начального уровня обойдутся чуть дороже 50 тысяч фунтов, а топовые заряженные авто будут стоить от 60 до 70 тысяч. Столько же, сколько и Lexus RX-L. Если вам понравилось видео, поставьте нам лайк, нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть еще видео, либо на значок по центру, чтобы перейти и подписаться на наш канал. Карвау, спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok